В очередной раз Славянск-на-Кубани стал центром проведения масштабных краевых соревнований по лёгкой атлетике «Кубанские чемпионы детям», которые прошли 27 февраля на базе легкоатлетического манежа «Олимпийц». О ловкости и сноровке победах и поражениях кубанских спортсменов смотрите в следующем материале выпуска. «Кубанские чемпионы детям» – традиционные соревнования по лёгкой атлетике, которые проводятся уже более 15 лет и пропагандируют королеву спорта среди подрастающего поколения. Представительные соревнования краевого масштаба принял легкоатлетический манеж «Олимпийц» – спортивный объект высочайшего класса. А по-другому и быть не могло, считает заслуженный мастер спорта России, дважды финалист Олимпийских игр, неоднократный чемпион Европы Леонид Волошин. «Мы проводим уже с 2000 года именно вот такие соревнования – кубанские чемпионы детям. Это как бы приходят именитые спортсмены и поздравляют на пьедестале детей. И сами пока дети могут увидеть чемпионов наших здесь. Почему мы проводим здесь, в Славянске? К сожалению, у нас больше нет манежа в Краснодарском крае, где можно проводить соревнования. И единственный манеж – это именно в Славянске». Соревнования «Кубанские чемпионы детям» проводятся в целях привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, активному образу жизни, выявления одарённых спортсменов. И результаты такой работы, несомненно, уже есть, считает заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по прыжкам в длину Татьяна Котова, которая приехала на соревнования, чтобы поддержать начинающих спортсменов. «Привить детям чувство именно вот этой победы, стремления к тому, что они спортом занимаются не для того, чтобы просто, ну, как отметочку, галочку в своей жизни, что на Кубане очень много примеров, много чемпионов, и что у них есть к чему стремиться. И на самом деле очень-очень много детей, именно тех, которые могут добиться успеха в спорте в дальнейшем, уже далеко-далеко в будущем». Татьяна Котова лично вручила почётную грамоту и медаль за первое место по прыжкам в высоту на краевых соревнованиях Кристине Елагиной, юной спортсменке, приехавшей в Славинск-на-Кубани из Абинского района. «Я заняла первое место по прыжкам в высоту, это мой основной вид, и я очень, ну, не очень довольна, правда, но это вообще лично мне метр семьдесят пять, а сегодня метр семьдесят прыгнула. Ну, ничего страшного, буду тренироваться, буду нагонять. «Есть чувство волнения, также это чувство волнения переходит в чувство радости. Я очень, ну, когда прыгаю, я очень получаю хорошие эмоции, впечатления, я получаю удовольствие от того, что я прыгаю именно». За призовые места сражались более 360 спортсменов. Помимо кубанских легкоатлетов, на старты выходили также представители из Адыгеи, Карачаева-Черкесии и Республики Крым. Участники соревнований состязались в беге на различные дистанции, прыжках в длину из шестом, метаниях, а также в многоборье. Один из юношей, защищавших честь Славинского района – Александр Куневич. Участие в соревнованиях – кубанские чемпионы детям. Для него очередная ступень к вершинам спортивного мастерства. «Я сегодня участвую в дисциплине прыжках в шестом. Для меня это мое любимое занятие. И в этом участвовать даже не обговаривается. Надо участвовать, показывать свои результаты, бить свои рекорды. Нужно стремиться к этому, совершенствоваться, быть сильнее». Славинский район был и остается спортивным. И наш город в очередной раз это доказал. Ведь недаром говорят – в здоровом теле – здоровый дух. В этом и заключается главная суть соревнований – кубанские чемпионы детям.